Какой метод лучевой диагностики нужно выбрать? Оно на сегодняшний день ушло уже не на второй, а на третий план, потому что несколько потерял свою актуальность, но тем не менее оно позволяет визуализировать образование, если оно больших размеров. Чаще всего это достигается путем тугого наполнения мочевого пузыря контрастом и мы можем увидеть контуры образования. Также оно позволяет увидеть какие-то дефекты мочеточника, наличие конкрементов, либо также еще метастазы в костях. Так это выглядит на снимках, то есть мы видим заполненный мочевой пузырь контрастным веществом и дефект контрастирования – это наличие образования в полосе мочевого пузыря. На сегодняшний день это в большей степени уже историческое значение имеет данное исследование и в практике в большей степени используется рентген для диагностики каких-то затеков, например, уже после оперативного вмешательства и так далее. Следующий метод лучевой диагностики – это ультразвуковая диагностика. Она является на сегодняшний день наиболее распространенным и, я так бы сказал, как скрининговый метод исследования, потому что чаще всего она выполняется при первичных приемах, даже урологи могут выполнять данные исследования, имея сертификат. Также мы неплохо видим образование при данном исследовании, однако точно определить распространенность опухолевого процесса по данному УЗИ мы не очень можем. Какие проблемы есть у УЗИ? Это сложность дифференциальной диагностики при утолщении стенок, при воспалительных процессах, как я сказал, сложно определить глубину инвазии, маленькие размеры опухоли и также при локализации образований в верхушке или шейке. Следующий метод лучевой диагностики – компьютерная томография. Она занимает уже непосредственно очень такую серьезную нишу и можно разделить данный метод условно на два подвида – это КТ без контрастирования и с контрастом. Без контрастирования выполняется, скорее всего, при каких-то, опять же, скрининговых исследованиях, нецеленаправленных при поиске образования, поэтому контраст не вводят. Мы иногда можем увидеть образование на фоне содержимого мочевого пузыря. И также данное исследование позволяет увидеть, например, кальцинаты в структуре опухоли и заподозрить, что данного пациента нужно дообследовать. И следующий вариант – это использование уже внутриверного контрастирования. Оно в значительной степени улучшает визуализацию образований и также позволяет оценить распространенность. Но хотелось бы отметить то, что оно позволяет визуализировать не распространение внутри стенки, то есть какие-то начальные этапы, а именно распространение уже за пределы мышечного слоя, потому что мы можем видеть хорошо четкий ровный контур и оценить, насколько он деформирован, если выход за пределы мышечного слоя. Также КТ позволяет оценить наличие пораженных лимфатических узлов, отдаленные метастазы, метастазы в костях. И вот неплохой пример опухоли мочевого пузыря. Мы видим, что несколько образований, наиболее крупные указаны стрелками. Исследование уже после внутриверного контрастирования мы видим, что опухоль хорошо накапливает контраст. И для сравнения, внутриверное контрастирование состоит из нескольких этапов. То есть есть артериальная, венозная фаза и отсроченная. Отсроченная, когда уже контраст уходит из сосудов, из большинства органов, и таким образом уже не видно образование. И этот контраст почками вводится в мочевой пузырь. И здесь представлена отсроченная фаза, когда мы видим, что есть неодородное содержимое мочевого пузыря, то есть он светится за счет контраста. И обратите внимание, что одно из образований мы видим, это как эффект рентгена, то есть эффект наполнения на фоне неодородного содержимого. А то образование, которое раньше копило, уже не визуализируется, то есть вымыло контраст. Таким образом, КТ, у него есть ряд преимуществ, ряд возможностей. Это оценить экстравизикальное распространение на соседние органы, оценить поражение лимфатических узлов. Однако данный метод, ему сложно дифференцировать наличие образования на фоне также воспалительных изменений цистита и определить минимальную глубину инвазии стенки. То есть тоже воспаленная стенка, и мы точно не можем сказать, есть здесь опухоль или нет. Таким образом, когда мы выбираем КТ, когда есть противопоказания к МРТ и когда пациент не может, например, вылежать 30 минут, более 30 минут целый час для проведения исследования по жилому отрасли и так далее. И плавно перейдем к МРТ. Данный метод наиболее информативный для диагностики рака мочевого пузыря в связи с своей высокой контрастной специфичностью. Однако тоже существует ряд проблем. Это неукомплектованность аппаратуры, то есть порой аппаратов МРТ очень мало и большая очередь на выполнение исследования, что, конечно, затрудняет выполнение данного исследования. Это сама псеведорогая технология и, соответственно, большая стоимость исследования. И, как я говорил, занимает исследование как минимум 30 минут. Поэтому пациенту, у кого есть сложность с удержанием мочи, опять же, если пожилой возраст, сложно, неподвижно вылежит 30 минут. Однако все это нивелируется большой чувствительностью и специфичностью для диагностики распространенности опухолевого процесса и, соответственно, конечно, отсутствия лучевой нагрузки. Останавливаться на классикации ТНМ я не буду, однако сделаю акцент на том, что у рака мочевого пузыря очень подробно расписана Т-стадия, именно глубина инвазии мышечной стенки и распространения в перевозикулярную клетчатку, что очень важно. И далее мы поговорим об этом, то есть что МРТ может отвечать на вот эти вопросы глубины инвазии стенки. То есть таким образом при диагностике Т-критерия МРТ хорошо определяет глубину инвазии стенки, также может по различным косвенным признакам определить, что у данного пациента есть глубокая инвазия, то есть поражение уся в мочеточниках, какое-то втяжение стенки, ее деформация, это также говорит нам о том, что глубокая инвазия. Да, несомненно, оценить микроскопическую инвазию Т3А в клетчатку паравизикальную мы не можем, но тем не менее в несколько миллиметров инвазию клетчатки и распространения на соседние органы мы очень хорошо визуализируем. Оценка рака в диавертикуле, бывает затруднение при цистоскопии, также мы это все неплохо оцениваем. Ну и соответственно также оценка лимфатических узлов и одоленных метастазов. Вот несколько примеров, как выглядит опухоль мочевого пузыря, то есть мы видим вот такие разрастания по типу цветной капусты, стеллющиеся образования, которые деформируют просвет и могут распространяться в клетчатку. И небольшая такая сводная таблица, да, несомненно, цистоскопия – это золотой стандарт в диагностике рака мочевого пузыря. Мы можем оценить визуально, где располагается опухоль, на нее посмотреть, провести биопсию, тур стенки при небольших образованиях и оценить глубину инвазии. Удорозговая диагностика, как я говорил, это больше скрининговый метод для диагностики, что пациента нужно более подробно дообследовать. И основные методы – это, конечно же, компьютерная томография и магнитно-резонансная томография. И есть ряд технических аспектов, к которым хотелось бы обратить внимание. То есть мало того, нужно сделать просто исследование, нужно его выполнить качественно и правильно. И данные слайды я покажу для того, чтобы вы могли сами посмотреть исследование и понять, насколько можно ему доверять. То есть очень важно – это наполненность мочевого пузыря. То есть на фоне его слабого наполнения мы мало того, что не можем оценить распространенность, но порой и визуализировать самообразование. То есть его бывает очень сложно увидеть. И также избыточное наполнение мочевого пузыря. Из-за перерастяжения стенки мы не можем достоверно выставить глубину инвазии и распространенности процесса. Поэтому также пациент может шевелиться, и это ухудшает качество получаемых изображений. Про шевеление. Также уменьшение перистальтики. Очень важный момент, если вы видите такую картинку зашевеленную. А это с чем связано? С тем, что сбор информации во время МРТ занимает на серии примерно 3-4 минуты. За это время, конечно, происходит движение кишки. Это как фотографировать бегущего человека. То есть получается смазанная картинка. Поэтому очень важно нивилировать перистальтику различными способами. Но это уже ухудшение лучевых диагностов. То есть мы накладываем мешки на живот с песком, даем бускопан и так далее. Это все позволяет получить четкую хорошую картинку. И также различные постманипуляционные изменения. Это очень важно проговорить. Потому что, например, отправлять на исследование МРТ после цистоскопии сразу же не очень хорошо. Потому что в просвете мы можем видеть газ, который может затруднять визуализацию, располагаться в проекции опухоли. И мы можем не оценить распространенность процесса. Также постманипуляционные изменения после тур. То есть минимум нужно подождать несколько, ну где-то 2-3 недели, если не больше. Потому что, вот пример, через 10 дней после тур отправили посмотреть, осталась ли опухоль на фоне отека стенки. Мы можем не определить, есть вообще опухоль или нет. Потому что она также деформирована. Это затрудняет оценку. И также наличие в просвете катетера эпицестостомы. Также из-за этого мочевой пузырь практически пустой. Он до конца не расправлен. И мы не можем оценить распространенность процесса. Конец эпицестостомы. Он также может быть в проекции опухоли затруднять визуализацию. Если она очень долго стояла, то тоже в просвете могут быть сгустки крови, которые затрудняют нам оценку. И такая небольшая сводная таблица, которая показывает, через какой промежуток времени нужно проводить МРТ, чтобы нивелировать различные артефакты. И хотелось бы сказать, что вот эти все технические аспекты, это, конечно же, залог правильной диагностики. Но очень важно выполнение именно мультипараметрического исследования, которое включает в себя целый ряд дополнительных параметров, которые позволяют нам намного лучше определить распространенность. Первое – это, конечно же, воскопольный томограф. То есть томограф должен быть минимум 1,5 или 3 Тесла. 0,5 Тесловые томографы не позволяют достоверно оценить распространенность. И следующее, что отличает обычное исследование малого таза от мультипараметрического исследования, это, как я сказал, целый ряд параметров, целый ряд последовательностей прицельных на мочевой пузырь, с помощью которых мы достигаем такой высокой чувствительности и специфичности. Это прицельные Т2-озвешенные изображения. И очень важно выставлять их… Сейчас постараюсь объяснить. При сканировании малого таза мы сканируем пациента просто по осям ровно. Для того, чтобы получить точное распространение процесса в клетчатку, нужно выставить отдельные прицельные срезы. Вот желтая линия поставлена пербедикулярно, стенки опухолевого процесса и стенки, куда прилежит эта опухоль. Таким образом, мы получаем четкий пербедикуляр и можем определить, есть ли инвазия клетчатки и какая глубина инвазии мышечного слоя. И следующие два параметра – это также выполнение прицельных диффузионно-озвешенных изображений, помимо обычных большим полем. Мы также с помощью этого определяем глубину инвазии мышечного слоя. И выполнение динамического контрастного усиления. Обращу внимание, что это не просто введение контраста и потом сканирование, как это обычно бывает при исследовании малого таза, а выполнение контрастированной динамики, то есть в момент ввода контраста в вену пациента происходит последовательное сканирование раз за разом в течение нескольких минут данной прицельной области. Таким образом, мы можем посмотреть, как быстро накапливается контраст в образовании и оценить, опять же, глубину инвазии мышечного слоя. И плавно перейду к системам РАЦ, все мы знаем по РАЦ, и система ВайРАЦ тоже входит в наш обиход, и очень важно нам найти этот общий язык. То есть система РАЦ позволяет унифицировать заключение лучевого диагноста, чтобы мы говорили на одном языке с вами, клиницистами. Да, несомненно, мы не 100% видим все слои стенки мочевого пузыря, но тем не менее, по совокупности ряда параметров мы можем оценить вариантность инвазии мышечного слоя. Тут представлена таблица из статьи по ВайРАЦ, когда это было предложено, как мы это оцениваем. И основной посыл в том, что есть 5 степеней, в зависимости от которых, чем выше, тем больше вероятность инвазии мышечного слоя. В своем заключении, если мы описываем ВайРАЦ, также есть предложена вот такая схематичная схема для того, чтобы локализовать по отделам, где располагается опухоль. Это также вам в значительной степени улучшает и помогает понять распространенность процесса. И такая упрощенная схема, значит, еще раз 5 степеней от 1 до 5, где мы указываем вероятность инвазии рака мочевого пузыря. При этом, согласно одному из последних исследований, точность данной диагностики достигает практически 90%. И давайте посмотрим несколько примеров. ВайРАЦ-1 мышечная инвазия крайне маловероятна. То есть мы говорим, что здесь практически 100% отсутствие инвазии мышечного слоя. За счет малых размеров и четко прослеживающегося контура мышечного слоя, мы можем сказать, что здесь инвазии его нет. ВайРАЦ-2 также мышечная инвазия маловероятна. Здесь уже большие размеры образования, и на прицельной диффузии мы видим вот такую гипоинтенсивную ножку. То есть само образование яркого сигнала, и фиброзная ножка, она хорошо визуализируется. За счет этого мы также можем сказать, что здесь, скорее всего, нет инвазии мышечного слоя. ВайРАЦ-3. ВайРАЦ-3 и 4 это как раз тот самый сложный момент перехода. Все-таки есть инвазия, либо нет инвазии при больших размерах образования. Здесь также по совокупности параметров мы оцениваем то, что достаточно четко прослеживается мышечный слой. Здесь нам очень хорошо помогает динамическое контрастное усиление. То есть на одной из серий мы видим прослеживающуюся гиперинтенсивную полоску, то есть накопление контура мышечного слоя. И можем сказать, что здесь, скорее всего, нет инвазии. Но из-за больших размеров образования четко уверенности нет. Но тем не менее мы ставим вайРАЦ-3 и подтверждается гистологическим исследованием. ВайРАЦ-4 это говорит о том, что, скорее всего, здесь уже инвазия есть, также большие размеры и фрагментарно прослеживающийся мышечный слой. И мы не видим вот этой гиперинтенсивной полоски накопления на постконтрастных изображениях. И предполагаем, что здесь, скорее всего, есть инвазия мышечного слоя. И вайРАЦ-5 здесь уже практически стопроцентная, по нашим данным, инвазия мышечного слоя. И даже можно сказать, что здесь есть минимальная инвазия провизикальной клетчатки, потому что наружный контур мышечного слоя также прослеживается неотчетливо. Таким образом, подводя итог, можно сказать, что у нас в арсенале большое количество исследований. Но, тем не менее, наибольшую информативность все-таки дает магнитно-резонансная томография. Но очень важно соблюдать правильную методику сканирования и понимать, что это исследование выполнено прицельно на мочевой пузырь. Тогда вы можете доверять тем данным, которые дает лучевой диагност. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok